Еще никогда звуки города не превращали в музыкальное произведение. Известного кипрского композитора Мариуса Иоанну Элия Владивосток вдохновил на создание уникального проекта. Так морской город с характером первый в мире зазвучал собственной симфонией. Для создания пятиминутного фильма Мариус Иоанну Элия проделал колоссальную работу. Еще в марте прошлого года он приехал во Владивосток, чтобы записать те самые звуки, которые впоследствии превращал в музыку. Для этого не раз рисковал, проваливался под лед и даже побывал в клетке с амурским тигром. Из 600 записей для работы выбрали 133. Композитор тщательно подбирал и гармонично сочетал звуки города, голоса исполнителей и специально написанную им музыку. В результате получилось ни на что не похожее уникальное произведение. По сути город – это его люди, и я думаю, его душа – это его звуки, те, которые люди Владивостока и создают. Это его аура, его интеллект. За визуальную сторону проекта звуки Владивостока отвечал оператор Костис Николас, который всегда предпочитает оставаться за кадром. И, конечно, основа проекта – мелодии, созданные самими жителями города. Среди участников – 8 дирижеров и 13 различных музыкальных коллективов, симфонические духовой оркестры, ансамбли традиционных ударных инструментов, хор. Также горожане сами могли предложить Мариусу звуки, которые, по их мнению, наиболее характерны для Владивостока. За такое короткое время суд Владивостока Мариус поймал, конечно, это, как вот сказал один из зрителей, очень мужской город. Это действительно город военных, моряков, рыбаков, китобоев, а не город офисного плантона, в который в последнее время он превращается. С Михаилом Павиным Мариус и Иоанну Элия познакомили резиденты Центра современного искусства «Заря». Известного фотохудожника и музыканта композитор сразу пригласил участвовать в проекте. Процесс записи звуков был непростым. Ради пяти секунд их использования пришлось потратить три часа. И так с каждым звуком. Кропотливую работу одинаково высоко оценили и участники, и организаторы проекта. Очень рада той реакции, которая, мне кажется, проследилась в тех комментариях, которые нам дала публика, вообще в том участии. Я послушала разговоры, я слышала, что все действительно очень впечатлены, и кто-то даже проследился. Это, мне кажется, очень трогательно, с одной стороны. Да, с другой стороны, для нас, как для программы, которая работает с художниками, очень важно, чтобы как можно больше людей тоже знали о том, чем мы занимаемся. Реализовать масштабный и единственный в своем роде проект «Звуки Владивостока» Мариусу Иоанну Элия помогли совместно с Центром современного искусства «Заря» 15 местных объединений. Очередной подарок Владивостоку композитор обещает преподнести в мае будущего года, когда представить здесь свое новое музыкальное произведение. Предположения подтвердились. Владивосток стал первым, но в скором времени не будет единственным городом, звуки которого Мариус Иоанну Элия превратит в музыку. На очереди японский киото. И его симфония, по словам композитора, будет осенней. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Новости на восьмом.